здравствуйте дорогие друзья здравствуйте приветствую всех здравствуйте елена здравствуйте дмитрий здравствуйте дорогие телезрители меня зовут ирина подзорова я являюсь контактером с внеземными цивилизациями и сегодня по многочисленным просьбам наших подписчиков мы пригласили на разговор о духовной сущности мира невоплощенных духов которого все на земле знают как существо которым да действительно аутеничное название до его имя шри кришна он здесь находится в форме своего фантома его основная духовная форма осталась на том уровне духовного мира живет но он имеет такую способность создавать фантомы управлять ими и через них передавать свою информацию и энергию и он мне сейчас говорит что одновременно может сделать более до сотворить более двух миллионов четыреста тысяч фантомов и одновременно ими управлять вот один из них сейчас присутствует с нами он пришел для того чтобы ответить на ваши вопросы уважаемые друзья чтобы разъяснить истинный смысл тех писаний которые были которые известны уже многие тысячелетия на этой планете здравствуйте и он будет я вас приветствую в свете божественной любви благодарю я приветствую столь дорогого моему сердцу шри кришну вот рад участию в этой конференции меня зовут дмитрий я имею два освещения в системе бхакти-йоги начал свою духовную практику в 2005 году мой духовный учитель шила бхакти виданта на рая на гуслай махарадж он говорит да он говорит что я даже через экран я почувствовал ваш энергию ваших дуста вы к этому относитесь очень серьезно и хотел бы чтобы каждый кто услышит эту информацию заглянул в свою душу и да заглянул свою душу и разобрался ведет ли она его к свету и каждый найдет в ней то что будет полезно ему то есть вот он с таким намерением душу и в том числе вы и ирина максим все кто находится в этом пространстве и все кто будет в дальнейшем слушать эту конференцию я направляю свою энергию на то чтобы эта информация эта видеозапись попалась на глаза каждому чья душа насходит во браке своих заблуждений и иллюзий дорогой шри кришна первый вопрос следующий так как в основе традиции гаудия ващновизма лежит велика личность золотая аватара шри чайтане махаправу которая считается твоим воплощением ее даже называют так вот эту личность шри кришна чайтане вопрос связан с этим действительно ли это так что это твое воплощение и как понять что шри кришна чайтане это кришна который принял цвет тела шри матери от харани то есть как как это объединяется вот как правильно это понять то есть являлся ли он его воплощением и сейчас я просто переведу и и что там про цвет тела потому что является ли шри чайтане махаправу воплощением кришны и радхаране одновременно а я не воплощался в этом теле но через энергию своей души я соприкасался с душой этого человека мы были мы были есть вечно с ним единое целое потому что душа которая один раз слилась со мной в божественном стаде она делает это в состоянии вечности и тот человек который вы назвали чайтане он был мой чистый преданный в то время локальное земное время когда он жил и это было еще с его детства показывает ли мальчик лет десяти естественно так как моя энергия неотделима от моей возлюбленной расхаранье мы с ней единое целое то конечно же сливался он и с ней не отделяя от меня и если говорить о том воплощаться ли я в нем нет в то время я был не воплощен но мы сливались с духом то есть он считал себя когда мы сливались с ним он чувствовал себя мной а я им а я чувствовал себя им то есть это такое взаимопроникновение энергии которые существуют духовном контакте и действительности такого общения может достичь любой из вас и это и есть истинное сознание кришны потому что истинное значение слова сознание кришны это не сознание кришны а осознание кришны как себя и себя как кришну как его вот даже не фантом а вот как целом и вы когда говорите с вами кришны вы говорите обо мне об осознании во мне и об осознании моем вас сейчас этот дух находится в воплощении он находится в материальном мире на третьем уровне плотности но не на планете которую вы называете земля он находится на планете откуда был да где был воплощен дух пять тысяч лет назад когда я жил на земле в том самом своем ну это планета шумора читания да действительно такая информация уже была он как дух он воплощен на планете шумор мы уже с ним беседовали кстати есть на это беседа на нашем канале он сейчас о нем говорит то есть ответ на вопрос нет он не был его воплощением но он с ним сливался и с радхарани тоже так как они не они они отдельные друг от друга благодарю дорогой шри кришна следующий вопрос он касается описание из священного текста шримад бхагаватам где описывается знаменитая твоя лила игра или деяние вот когда ты поднял хоум гавардхан и защитил жителей в раджа буми в риндавана от гнева индры каким образом ты это сделал поднял холм и кто в этой истории царь небес индра или же это просто символическое описание за которым скрыт истинный смысл дима ты знаешь сколько лет прошло после этого события до написания текста очень много столетий прошло сначала все передавалось в устном виде о моих деяниях это событие я хорошо помню да вижу все дело в том все дело в том что когда я воплотился на земле пять тысяч лет назад я жил в такое в такой области земного шара в такой стране где было развито поклонение тонкой материальным сущностям разнообразным для того чтобы они могли выполнять желания людей в основном это были да в основном были материальные желания людей которые к сожалению могли уводить их от духовной сущности и когда я говорю я с детства основал себя духовной сущностью общался со своим физическим отцом с другой планеты и оставался в сиянии духовного света в общении как вы называете с нашим общим небесным отцом от которого я себя не отделяю и я об этом рассказывал когда было еще мое тело было тело маленького мальчика лет четырех он показывает маленького мальчика четырех пяти лет я уже в то время рассказывал что самое главное в жизни деяние человека должно быть путь любви да должен быть путь любви и преданности служению богу а те отношения которые связывали с он там материальными сущностями которых они называли богами и духами это должно было быть не более как инструмент для это для жизни для жизни в любви но они ставили инструмент на место цели и у нас случился как сфора он нам показывает конфликт то есть конфликт и с теми людьми кто был служителем этих тонкоматериальных сущностей вы их сейчас возьмете волхвами или жрецами а самое главное конфликт был той тонкоматериальной сущностью которая взяла себе имя великого Индры хотя это не был тот Индра который является моим другом и преданным мне как любви и я являюсь его преданным другом и он моим то есть они как дружат но тот та сущность которая взяла себе это великое имя она лишь им представилась для того чтобы получать как жертвоприношение это сущность была так как у вас я смотрю по памяти контактера как у вас называется этот мир примерно 15-16 уровень плотности это была сущность которая отвечала за атмосферные явления могла создавать погоду дожди или засуху ну она заведовала довольно большим пространством над деревней где мы жили и над соседними районами и когда она услышала что я веду людей свету бога она она испугалась что да это которая называлась индрой она испугалась что ей прекратится поток жертвоприношения там был алтар сзади деревни был алтар как раз одна рядом с холмом вот у меня холм такой длинный показывает вот как не гора вот такой холм удлиненный там был большой это камень который весь был залит кровью от жертвоприношений животных этому существу и дошло до того что это существо которое называлось индрой да я поняла сейчас так быстро не могу это существо которое назвалось индрой это тонкоматериальная сущность она прекратила да прекращала дожди сохли то есть сохли растения необходимые для жизни чтобы получить очередную порцию крови и той энергии которая выделяется из нее при кровопролитии но в этой деревне уже не осталось животных ни коров ни овец ни даже птиц потому что они как были бедные и несмотря на это тот кто назвался индрой не посылал им желанного дождя он уже такой был ну хотел еще я вмешался в эту ситуацию я заступился за жителей и у нас произошел контакт неблагоприятный контакт с этим существом и он попытался меня можно сказать вывести воплощение мне на то на то время мне было около семи лет я уже с ним общался и когда я проходил под этим холмом перед этим ночью я с ним разговаривал как вы говорите в астрале я вышел в астральное путешествие разговаривал с ним убеждал его что он должен сначала дать условия для того чтобы выросла трава на пастбищах а потом через несколько лет получит свою жертву и да там уже река обмелела пока там была река ну как бы такое вот было не знаю и потом уже с утра я шел под этим холмом и он как устроил камнепад такой но 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 бог небесный отец он не допустил выявить меня из воплощения потому что у меня была своя миссия я это увидел и отскочил в сторону и в то же время мой ангел который находился рядом сказал мне чьих рук это дело я сел как сел в медитацию вышел снова к этому существу и послал ему свет и он от этого света вот как у них такое произошло что он как бы стал защищаться у них такое вот было и сказал стал умолять меня о пощаде и сказал что он все пошлет этот ложь и не будет больше так производить таких бедствий он потом выполнил свое обещание вот вот эта вся ситуация она в рассказе людей отразилось что я поднял холл то есть поднял я поднял вибрации этого пространства таким образом что оно было избавлено вот от этого бедствия благодарю дорогой Шей Кришна вот ты сказал что есть настоящий индра кто он и твой друг да вот ты сказала и где он сейчас находится настоящий индра он воплощен сейчас это тот да я был воплощен с ним еще до жизни на земле пять тысяч лет назад это было во времена когда когда страшные темные силы в облике ящероподобных существ напали на землю это было да я помню да это было то самое событие война двенадцать тысяч лет назад которую вы называете я уже читал я уже памятник контактера я был воплощен в друга сейчас я был воплощен рядом с тем кого сейчас зовут индрой но меня в той битве за землю вывели из воплощения я был рядом с ним а он остался до сих пор он находит в воплощении это тот самый сын звезды сирию он мне показывает аштар образ его просто показал потому что он как бы но как помню только он как там более молодой чем когда я ее увидела вот как как лет 20 это сириус он мне говорит и дух кришны был воплощен в такое же существо как и в цивилизации аштар его убили а это осталось благодарю спасибо за ответ он говорит но сейчас имя его оно мне не важно то есть они просто общаются но он сейчас с ним общается но он мне его образ показывает что вот я его запомнил таким перед последним боем который разрушил тот корабль был благодарю за подробный ответ дорогой кришна тебя называют гопал что в переводе санскрита означает защитник коров почему корова является для тебя любимым животным и священным для всех твоих последователей и если это образно что этими образами ну вот если пас коров если не пас и это образы то что хотели передать людям нет моя светлая душа Елена это совсем не образ это это очень физический смысл вложен в этот рассказ дело в том что в том селе в том селении где я жил пять тысяч лет назад может быть лет только восемьсот или чуть меньше существовала традиция приручать диких коров вот как такой вид это не вот какая современная корова известно на другую пока более низкую то есть их сейчас нет но они жили в лесостепной зоне они могли ходить в лесу они могли ходить возле моря то есть они как пасли в этой области коровок было достаточно сложно приучить потому что они были свободолюбивые животные постоянно убегали с пастбища в лесу и приходилось жителям селения где я жил и окрестных селений той страны где я находился приходилось окружать их двойной заботой и относиться как к своим родственникам детям и с этого времени конечно корова была священной в том смысле что она была очень дорога сердцу каждого человека и не только из-за ее молока но и из-за того что она создавала благоприятную энергию то есть где она находилась распространялась энергия спокойствие благодати и как можно так сказать милые милосердию что ли то есть вот такой нежный такой энергии и где я находился в этом селении милые родственники мама как бы дядя родители мамы они все держали коров как много у них было у коров рождая детей в этом селении приучали ну как бы учили спасти их то есть это был такой как им доверяли это делать потому что взрослые были заняты другим трудом не я один там был там были другие девочки и мальчики и с довольно раннего возраста лет пять мне уже доверяли пастителя потому что маленький мальчик не мог ну как бы управлять коровьим стадом оно больше его ростом и он его просто не справил стадо составляло около семьсот голов в то время мне было пять лет но я был не один со мной было пятнадцать мальчиков как друзей вот и поэтому я всю жизнь провел с ними и до боя на поле и после том боя в котором погибло так много людей и которые я всеми силами старался предотвратить ну вначале старался предотвратить поэтому корова она она как действительно она для меня была с детства любимым животным потому что с ним общался они как понимали меня телепатически как он управлял посмотрит на меня и уже там где безопасно очень интересно ну он сейчас просто образы показывают как они там ходят так так вот следующий вопрос дорогой кришна вот твоей планете которая в писаниях называется как галока в риндауна как раз галока это значит планета коров если перевести с санскрита где она находится это твоя высшая обитель как она выглядит кто живет на ней и какой у нее ну внешний вид у жителей этой планеты как они одеваются что это за образ так да ну это показывает какие-то да лучше словами сейчас я не могу ну да я это просто не переведу слова потому что там все меняется вот стоял замок и тут же на месте его лес тут вот текла река и вдруг стояла дорога и причем река это что там молоко что-то так ладно сейчас он говорит что это духовный мир да хорошо сейчас планетой она названа это мой мир где я создаю образы и мыслеформы реальные для меня и всех моих моих как гостей кто ко мне попадает и они вносят свое они вносят свою энергию и свои представления не противоречащие моим почему названа планетой потому что в духовном мире на том уровне где я нахожусь так по вашему это 24 да каждый дух который находится на этом уровне может создать вокруг себя только свое пространство которое наполнит только себе близкими образами например я могу наполнить это пространство теми образами которые которые мне были близки в детстве и причем они будут создать создать любой планеты космического пространства и так далее то есть это как его личное пространство его личные ну как не уровень а как под уровень такой и любой дух который попадет на этот уровень может прийти ко мне в пространство либо создать свое уже со своими образами как рядом мы тогда будем общаться потому что сила сила вложенной энергии в мысль на этом уровне такова что создание мысли не отличит от реальности даже самый даже самый искусенный брахман во вселенной Благодарю а кто может в духовном мире допустим ангелы 22 уровня 23 они имеют доступ в твою обитель или только 24 уровень они имеют мою обитель имеют доступ 22 уровень 23 уровень и 24 уровень но кроме того на любом уровне выше 17 воздается некоторое подобие моего уровня как отражение его в воде для тех духов которые находятся на уровне ангелов но еще не достигли 22 чтобы они могли побыть там и прикоснуться к этой энергии и к той жизни которая есть на этой планете на этой духовной планете там можно бывать и людям вот например да там можно бывать и людям сердце которых чисто наполнено любовью принятием и я показывал фонт-актеру ирине эти уровни но отражение для 21 уровня и да я помню там находится тоже мой фантом и он общается с духами так же как и на духовной планете на 24 уровне благодарю за такой ответ вот следующий вопрос касается ну не знаю образов не образов символов священных писаниях сказано что когда ты воплощался на земле ты убил множество демонов в образе животных среди них кеши конь бакасура птица акасура змея ариштосура бык ну и другие действительно ли существовали эти демоны или что скрывается под этими символами имена были как другие они 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 были непроизносимы земным языком это не убийство те существа и многие другие еще были это как раз те тонкоматериальные сущности которые приходили ко мне по разным причинам чтобы помешать моим планам или просто вывести меня из воплощения у меня был в моей семье той в которой я родился брат брат моей земной мамы он он боялся меня по некоторым причинам и он имел связь с мохом как его говорить контактировать тонкоматериальные сущностями и постоянно просил их избавить избавить землю от моего присутствия пока я еще мало а некоторые ползноиды приходили распознавали меня и уходили в свет а некоторые закрывали свой разум от меня от моего света и ну как они нападали но когда они ко мне прикасались к тонкому телу то их тонкие вот эти тонкоматериальные тела они как повреждались что потом впоследствии они это нельзя назвать болезни но вот как такое повреждение из-за которого выходит воплощение то есть я этого не хотела это получалось от того что мы были несовместимы энергетически причем я когда реагировать на их появление будь то в астральном мире или физическом я их чувствовал видел я их всегда предупреждала чтобы они не приближались и посылал им свет но они тем не менее некоторые из них нападали да они принимали образ змеи птицы еще там одна птица есть как орел вот он мне показывает вьем вьем асара наверное да как коршун какой-то а коршун ну вот такие вот большие крылья и он как клювом хотел почему они принимали образ животных это были те кто занимается выращиванием животных душ и принимает их образы благодарю то есть он их не выводил специальные воплощения просто они на него нападали но это были толком с реальной сущности но из-за того что они были несовместимы они потом пусть я возможно длительное время выходили из уплощения поупреждались да то есть они не были в физическом теле никогда они на тонком плане да а нет физически они не были но они были материальны то есть тогда любая она не делилась материя на толку и плотку был просто материальный и нематериальный объект когда в том в той культуре и в том языке были такие описания либо материальный объект либо нематериальный спасибо спасибо следующий вопрос дорогой кришна преданные носят бусы из дерева тулощи а также выращивают это священное дерево из этого же дерева используются чётки что связывает тебя с тулощи почему именно это дерево является тебе так дорогим что получает твой преданный поклоняясь тулощи деви много вопросов в одном вопросе хорошо так ладно что тебе почему тебе так дорого дерево потому что он мне показывает его вибрации которые проявляются через аромат его листьев и через аромат его цветов и плодов они наиболее похожи на энергетику моей четвертой чакры когда я был воплощенном то есть вот такая вот вибрация потому что когда я жил на земле и ну да и был когда ребенком и был когда взрослым я любил это дерево поэтому как из моей чакры выходил такой поток их соединяться с этим деревом и поэтому они как взаимопроникли друг в другом эти энергии но это не только в волосе я еще любил цветы он мне показывает если брать траву я еще любил базилик и я еще любил так чуть забел цветы жасмин то есть не жасмин а вот что-то похожее на жасмин но только немножко другой вид такой белый цвет такой вот белый цвет но это не сирень нет такие как кисти показывают вот это я любил также я очень любил дерево липу и ел как липовый мед то есть там были пчелы и они собирали мед с лип к к лицу и я играл с ними я подходил к их у меня показывают как ульи такие как бревна и они мне давали спокойно достать лед и есть то есть они его не кусали они сами давали ему это сделать и он еще любил сидеть под деревом липы как в липовом лесу и как медитировать то есть соединяться с духом кто дает да там еще под вопрос был что дает вот это применение но при осознанном применении и вдыхание аромата этого дерева и вдыхание его аромата повышается вибрации 4 чакры и настраивают на контакт со мной спасибо а там действительно богиня живет душа богини в этом дереве в любом дереве живет душа богини если брать то тонкоматериальное существо которое вложило энергию любви в ее душу спасибо действительно ли ты присутствуешь в этих божествах и как ты понимаешь такое поклонение ваш ваш наставник ваш наставник с другой планеты и сказал точные слова я есть вселенная так чувствует себя тот кто слился сознанием бога и стал его не просто частью а им и в то же время он осознает себя собой поэтому я присутствую везде где присутствует бог в том числе и в тех изображениях божеств и не только в индуистских храмах но и в любых других изображениях любых религий к которым человек направляет энергию любви почитания и благодарности эта энергия автоматически включает связь со мной и поэтому я нахожусь как проявляюсь везде там а что получают твои преданные вот именно поклоняясь тебе в форме божества если они видят там тебя что они получают от этого поклонения смотря что они понимают поклонением поклоняться существует более 50 видов поклонения ну вот арати например пуджа то есть вот предложение предметов священных тут главное не внешне форма а внутреннее содержание если поклонение любого моему моей воплощенной энергии форме предмета такое такое чтобы я смог сделать человека счастливым но при этом он не желает делать счастливым никого рядом то это поклонение ведет к понижению вибраций и в адские миры и в адские миры а если он дарит свое счастье и любовь тем кто рядом ничего не ожидая взамен то его поклонение становится чисто и возвышает до меня и до слияния как до общения со мной благодарю дорогой кришна твои преданные готовят с любовью и предлагают тебе пищу на алтаре как ты принимаешь ее и что получают преданные вот принимая этот просад просад это уже предложенная тебе пища вот хороший пример того как люди понимают как люди материалистически понимают духовные вещи хорошо я объясню истинный смысл приношение еды Богу любая еда это моя энергия я сейчас говорю божественная энергия так как я не отделяю свою энергию от божественной поэтому я говорю что любая пища это моя энергия в той форме которой она необходима для тела той плотности где вы находитесь по божественному плану то есть техника просада это не просто предложение пищи мне чтобы я покушал это признание что она и так принадлежит мне что это моя энергия и если с этим сознанием осознание поглощать эту пищу то она принесет наибольшую пользу как физическое вещество энергетическая субстанция и духовный заряд субстанция тебе ну и по всему миру распространить его какие у тебя отношения с духом прабхупады действительно ли ты являлся к нему когда он плыл в Америку на джаладуте на корабле я ему являлся не рад мы с ним говорили как он был мой контактер тогда после выхода из воплощения он ушел на двадцатый уровень и мы с ним сейчас общаемся то есть он находится на двадцатом уровне в том отражении Вриндова 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 то есть такой страны моим домом и обителью на двадцать четвертом уровне вот он находится сейчас моим как фантомом наедине и общается даже сейчас но он его показывает что он такой как но он не похож на на Прабхупаду которого пофотографин то есть он там как более молодой он как ангел там у него крылья в белых одеждах и он с ним общается то есть он мне сейчас показывает что он там делает а как наедине а преданных там нету рядом ну для него он как наедине Кришна подскажи а вот Прабхупада за это воплощение он поднял свои вибрации или он ну как бы сохранил свой уровень он воплотился так по вашему в 14 был воплощен а поднялся до 20 да у него хорошее было развитие прогресс он сделал даже больше чем планировал на это воплощение поэтому там срок вместе со мной ему там срок отзывали он должен был уйти воплощение лет на 7 с половиной раньше ну по своему плану воплощения но ему отодвинули на 7 с половиной лет чтобы он успел завершить задуманное и передать мудрость цвет западным народом благодарю дорогой кришна вот описывается танец раса в ведических писаниях это ну танец когда ты танцевал со множеством гопи и был рядом с каждой из них отдельно то есть опиши пожалуйста как это могло происходить ну и какие у тебя отношения с гопи вот с теми духами которые были в этих телах гопи девушек пастушек это уже идет речь о моей жизни в моей духовной обители как я уже говорил ранее я там создаю могу создавать на одно мгновение земное или на миллион лет это не имеет значения то есть это как одинаково потому что там нет времени ну точная копию материального мира земного который был в моем детстве на земле в том моем воплощении который вы знаете как кришна и там когда я был ребенком и подростком у меня были как подруги мы с ними играли друг с другом вот то есть они как прятались друг от друга купались в реке прятали там одежду ну мы так занимались не потому что там ну как бы злились друг на друга а потому что это как соревнование такой ну 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 так за своеобразный юмор но и сейчас я вспоминая эти дни создал такой мир духовной обители и любой дух который достиг 22 23 и 24 уровня дух который желает принять образ ну той девочки который там мальчика который был рядом со мной он принимает и мы этот образ и входит в мою обитель уже на духовном уровне и в том числе то что спросил раса дело в том что я очень любил музыку и сейчас ее люблю потому что музыка отражает весь спектр чувств испытываемых духом не только на этой планете и не только на этом уровне плотности она может отразить спектр чувство доступно даже только духовным существам не воплощенным нигде когда я играл на флейте я как общался со своим духом высшим невоплощенным своим духом и каждый кто это слышал начинал общаться со своим богом внутри себя со мной собой и мы были едины и мое духовное обители тоже звучит эта музыка но она более то есть на земле только ограниченное количество звуков может создать в духовном мире их количество бесконечно и их сочетание бесконечно то есть я могу играть на флейте создать такой образ что он играет на флейте и танец что такое танец это движение это движение двух двух людей было а в духовном мире это движение двух сущностей друг вокруг друга для того чтобы в этом движении отразить эту музыку на самом деле эти звуки они не пропадают никуда в духовном они как идут из духовного мира которые как волны и начинают опускаться на другие уровни по вибрациям и в конце концов создают материальные миры то есть вот эти вот сами звуки сейчас показывают они как становятся более плотными да более плотными и те в этом участвуют кто желает вспомнить это действо и прийти ко мне в этом образ но это не обязательно вот что все призванные будут именно формы пастушек или пастушку то есть они могут вообще любую форму принять хоть моей мамы хоть моего папы хоть даже моего врага который хотел меня убить это тоже ну как бы можно так сделать то есть это так такие формы общения потому что некоторые духи они хотят просто постигнуть как можно поднять там руку на бога на божество и создают такой образ но они в себе не имеют негатива а вот так как и игра тебе узнают ага узнают вот а скажи пожалуйста шри кришна вот 17 по 21 уровень ты говоришь что у них есть отражение у ангелов твоего твоей обители да что что это за отражение то есть как в чем отличие от реальной обители какие ограничения есть вот для ангелов 17 по 21 в отражении ну вот ты сидишь перед зеркалом какие отражения какие различия твоего отражения от твоего облика для человека который смотрит на это со стороны там отражение имеет образы такие же как и в галоке но не имея всей полноты общения и слияния ну а они участвуют вообще или они просто видят участвуют но это участие не имеет такую полную погружение благодарю дорогой кришна расскажи пожалуйста о том как родилась на земле твоя дорогая шримати радхарани кто она и какие отношения связывают вас какую роль она играет для земли и воплощена ли она сейчас на земле ну или где-нибудь да ну сколько вопросов кто-то считал давай немножко по порядку первого как она родилась на земле радхарани и кем являлась в жизни на земле для кришна ее звали не так ее звали радихар радихар и даже скорее радихар то есть это было ее на земле и мы были с ней одного как года вот только она была так вот у них и улица ну вот как на соседней улице что ли вот у нас говорят она была рождена и мы с детства дружили и вместе пасли телята потом и коров потому что ее родители тоже дружили с моей мамой но когда ей было лет четыре пять лет мы пошли на речку купаться и она неосторожно вступила в глубокое место еще не умея хорошо держаться на воде едва не утонула но он мне показывал что он тоже как не умел плавать но когда он увидел опасность для нее то в нем как воспоминание из прошлой жизни как это делать такое возникло и он как бы прыгнул в лоне и вытащил как не то что вытащила дал ей руку и она смогла выбраться ну то есть вот такие вот у них было и после этого она навсегда запомнила этот поступок мой и она всегда испытывала ко мне благодарность и любовь и я к ней тоже то есть вот этого душа мы не были ну можно сказать так супругами как это понимают на земле но мы были очень мы были и есть очень близки духовно и она сейчас сейчас она не воплощена и находится в духовном мире рядом со мной и тоже может создавать фантомы она воплощалась на земле она воплощалась на земле кто да я поняла сейчас да хорошо она воплощалась на земле дело в том что есть у меня друг который является духовным покровителем земли вы его зовете Архангел Михаил в одном из своих воплощений на земле Архангел Михаил был в теле человека под именем Иоанн который являлся другом другом и учеником первородного сына который вы знаете как логос Христос который сейчас находится в физическом теле в вашей физической вселенной а вот мама человека которого звали Иоанн в ней как раз была воплощена душа Расхара Архангел Михаил Иоанн богословый получается да? это мама его ага не богослово нет 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 это не богослово предтеча Иоанн креститель да? ага угу ну вот у меня мама показывает да вот как родился от нее положили но я в то время был не воплощен а есть еще такое ну сохранилось в писаниях что надо имя Радхи говорить перед именем Кришны а если так не сказать то это будет равно греху убийства брахмана как это образно да сказано или ну что хотели сказать этим в святых писаниях давайте да ваши книги священные книги любой страны они написаны таким образом что в них передается опыт слияния с божественным для конкретного человека ну вот есть такой человек был такой человек который произносил имя только после упоминания Радхи он считал что ну как бы ну как бы что Радхи это воплощение божественной любви я как сущность воплощения божественного как разума или скорее как силы ну как как мужчина поэтому поэтому он автоматически ну вот так вот он у него был понимание такой его личный опыт террористический духовный и поэтому он считал что на первое место как ставить любовь ну что убийство брахмана будет равно это как бы его понимание его личное понимание которое зародилось из чтения книг которые были подобные формулы что например если вы сделаете это не в тот лунный день что-то съедите куда-то повернетесь какой-то там на юго-восток повернетесь при том что вы будете вставлять естественную нужду здесь такие писания то этот грех будет равен убийству брахмана то есть где-то все были специальные формулы которые закладывали брахманы жрецы пандиты пандиты для того чтобы ну формировать вот этот вот религиозный эгрегор ну да возможно для современных для современных людей которых сейчас живет среди которых сейчас живет контактер и вы это является как наведением страха но в то время это традиционные формулы для того чтобы люди приучались как дисциплини но на самом деле конечно грех не будет равен убийству брахмана это лишь его формулировка как ну как бы очень важный грех для него спасибо а на каком уровне сейчас находится Шримати Радхарани она ну вместе с тобой рядом какой у нее уровень он говорит рядом и уровни не отличаются угу благодарю вот дорогой Шри Кришна расскажи пожалуйста о рождении твоего брата Баларамы вот действительно ли он является одной из твоих экспансий как это правильно понять какие у тебя с ним отношения то есть как он вообще появился на земле да и где сейчас он родился на год раньше меня даже не на год а вот как на 11 месяцев примерно он родился раньше меня и мы с ним были неразлучны почему так экспансии ну в духовном мире мы до этого были очень хорошо знакомы поэтому он считал себя моим продолжением но я могу сказать то же самое про себя то есть мы как две души которые давно знали друг друга сейчас отношения он сейчас воплощен на плане на планете он сейчас покажет большую планету сейчас я попробую где это нет покажи мне лучше звездную карту нет это не шума он а понятно все я поняла не в нашей галактике а вот как в галактике туман n31 на одной из планет этой галактики находится планета название которое содержит несколько таких вот лимина вот как бы он мне говорит ну как бы как звучит на их языке и в этом теле он живет уже ну как бы третье тысячелетие то есть они там так долго живут он мне сейчас показывает образ существа чем-то то что почему с каким-то панцирем как похож на черепаху но он как на двух ногах стоит а вот при воплощении на земле баларама он генетически его тело было с землей только связано или тоже наполовину вот с какой-то цивилизации а да дело в том что мой отец физически был шумором а вот отец баларамы вернее даже не отец а отец сам баларамы был земли но его как предок сейчас он мне говорит как вот дед что ли был тоже рожден от инопланетянина но не шумор а как у вас эта планета называется ну да это бурхат но это был дед отца баларамы но он передал ему некоторые генетические особенности угра уграсена получается да наверное ну как сколько там рождений то есть вот он мне показывает предка но не отца а вахадеда а да 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 не уграсена понятно благодарю вот такой вопрос дорогой Шикришна какое у тебя отношение к проекту Кассиопея могут ли твои преданные принимать в нем участие и продолжать свое духовное развитие Кассиопея считывая информацию с сознания и подсознания контрактёра хорошо я понимаю проект Кассиопея как духовное возрождение в той стране в том городе в той стране ну пока вот такой как вот локальная где она находится но которая имеет возможность для того чтобы быть переданы любому человеку в любом в любом месте земли я хочу сказать что я хорошо отношусь к любым духовным начинаниям которые позволяют человеку познать что существует духовная реальность из которой создается физическая и что состояние духа человека зависит его жизнь на земле и вне земли в духовном мире и хотел бы дать некоторые рекомендации с руководителям проекта и его участникам хотел бы видеть просто как как не существует а желание чтобы мои личные хотел бы видеть больше бесед таких как сейчас на духовные темы а не на бытовые но для людей для других конференция мои преданные могут участвовать в этом проекте только если их сердце их проактман который живет в сердце скажет что это их путь и тогда я буду с ним и в этом проекте спасибо большое расскажи пожалуйста о сокровенном значении махамантры Харе Кришна что происходит в сердце преданного при повторении и воспевании можно ли оскорбить Кришну при неправильном воспевании и как надо правильно повторять эту махамантру оскорбить так что такое оскорбить сейчас обидеть что кто находится в состоянии вечного блаженства он не может быть задет низменными чувствами других значение махамантры или великой мантры что такое мантра это формула словесная формула очищающая ума от страстей и пороков и очищающая сердце от пагубных желаний и помогающая соединить своим духом маха значит великое великое по значению да значение махамантры он сейчас просто говорит значит передать ну это как формула для общения для контакта для контакта одного духа духа человека с духом Кришны он не находился и он как посылает фантома но только если человек это читает не ради развлечения то есть какого-то как интереса а по любви и при этом не ожидая ничего взамен то есть если он не ожидает результата своей жизни что ему ему будут даны какие-то возможности какие-то богатства за чтение я понимаю как будто он делает одолжение богу это не чистое чтение он может получить жизненную карму жизненные уроки которые научат его что бог ни в чем не нуждается только чистое произношение когда ты говоришь об этом каждое слово хари это тоже не случайно это слово он обозначает дух вечный это не по санскриту а еще по древнему языку душа вечна то есть собственно обозначает Харе Кришна он признает что его душа также вечна как Кришна что они едины если это говорить постоянно в уме можем если она произносит то для то в разуме не останется места для мыслей ведущих в материалистическое понимание мира и в материальные желания не просто материальные желания а те которые понижают выбраску а если человек от страха говорит эту мантру там ну вот дорогу переходят я так говорю я не могу не говорить потому что это единственное на что я надеюсь то как это действует хотя бы успокаивает меня так так разве в вашей дороге так страшно нет ну я такая трусиха когда я боюсь я повторяю эту мантру и она как либо вообще действует или нет потому что это же как бы не чистое повторение оно не то что не чистое оно как не помогает тебе пройти твой урок твой урок сестра моя во свете бога это укрепление в свете укрепление силы как воли укрепляйся в духе сестра и помни что ты сменила тысячи таких тел поэтому ты твоя твоя душа не может быть убеждена ничем спасибо а вот кришна подскажи пожалуйста вот если чисто повторяется святое имя мантра хари кришна то что происходит с повторяющим он начинает с тобой общаться видеть тебя или как вот вообще проявляется результат чистого повторения для всех по разному зависит от силы его от количества его жизненной силы от вибраций его энергоцентров чакр от того насколько есть ли в них блокирующие элементы и от того насколько он верит в меня в себя и от некоторых других факторов в том числе кармических в том числе кармического характера но в общем смысле да если человек настроен чисто и повторяет эту мантру то достаточно даже одного повторения чтобы начать общаться со мной выйти как в духовный мир и посетить в ментальном или астральном путешествии мое отражение на том уровне где находится его невоплощенная часть мне очень нравится ваша планета именно уникальностью религиозного опыта когда вы духовные практики совмещаете например с такими можно сказать даже научными как нумерология то есть определенное количество четок бусин в четках определенное количество повторений маха мантра это символы которые указывают на ее действие вы можете читать ровно столько раз если вы верите что именно это количество раз будет для вас соединением оно тоже будет если вы будете верить по другому если ты будешь верить по другому владимир то для тебя лично так и будет дорогой кришна вот ты сказал что я что если чисто повторять то выходишь в духовный мир и на том уровне на котором дух находится в отражении можешь участвовать а если этот дух ниже 17 уровня он повторяет то может ли он вообще как в духовном мире участвовать если чисто если он ниже 17 то в момент повторения его его вибрации повышается Ему становится как доступен более высокий уровень, но вот как временно. Если он чисто это стоит. То есть он все-таки может. Да, благодарю. Дорогой Шри Кришна, какой вид служения и поклонения приносит тебе наибольшее удовольствие? Безусловная любовь к каждому человеку, как ко мне. Увидьте меня в каждом и увидьте меня в себе. Благодарю. Пожалуйста, расскажи о значении поста Икадаши и о результатах следования ему. Этот пост совершается обычно на 11-й лунный день. Возрастающей луны или убывающей? Еще. Чем мне нравится Ваш мир, что в Ваших религиозных традициях, особенно сфальмировано давно, более тысячи лет земных назад, существует духовное объяснение любому материальному действию, такому, как прием пищи, однезда, ну или отсутствие приема пищи. изначально люди изначально, как только Луна появилась на земном небе, люди придавали большое значение лунному календарю. изменению фаз Луны и это не случайно, потому что меняющееся положение Луны, Земли и Солнца в пространстве приводит в движение те или иные тонкой материальной энергии. как разное. Каждый лунный день был описан учеными, брахманами, жрецами, астрологами. был подобран рогоценный камень, свет, животное, которые соответствуют вибрациям пространства этого, которое приобретало пространство в этот день. И были два дня в лунном календаре как очищение. Причем очищение и духовного, и физического. Почему именно эти два дня те цивилизации, да, тонкоматериальной цивилизации, которые представители тонкоматериальной цивилизации, которые общались с учеными, брахманами, они передали информацию им, что эти два дня лунного месяца все пространство направлено на очищение от негатива, которое накопили люди, например, там, в негативных маслеформах. Вот эти два лунных дня они как были посвящены, чтобы они как распадались. И был такой данный, была дана такая рекомендация людям, что в эти дни само пространство будет помогать им очищаться от всего как ненужного, не то, что ненужного, как мешающего. Вначале это имело смысл духовный, то есть это как очищение духовное, прощение людей, прощение себя, примирение, отдача долгов и так далее. А пища, уже потом, позже стало это переводиться на пищу по той причине, что в физическое тело в этот период, по совету тех же тонкоматериальных существ, ничего не должно попадать, кроме там небольшого количества воды, в крайнем случае, он не показывает, как овощи, там такая вот горстка, для того, чтобы любая еда и поддерживать энергию, чтобы вот этой вот энергии каким-либо образом не помешать духовному очищению, как вот правильная настройка происходит в этот момент. Но это имеет значение только если вы в этой традиции, если вы читаете определенные мантры, то есть они как усиливают это очищение. Ну еще, да, я вам хочу сказать, но это имеет лишь вспомогательное значение в религиозной традиции, не оформленной. Спасибо. В Шримад Бхагаватам описано твое воплощение на Земле в образе получеловека, полульва. То есть зовут его Нри Симхадев. Является ли оно символом, или это действительно твое воплощение? Существовал ли Нри Симхадев на самом деле? Нет, это не мое воплощение и не мой фантом. Я сейчас объясню. Дело в том, что так сколько лет прошло, уже в районе 500 тысяч земных лет были на земле, ну как на земле, была цивилизация, но я еще не рождалась в образе Кришны, но тем не менее я был в духе. И один из моих друзей воплотился на земле. И когда он был ребенком, на него напал как ну как воспитывающий в доме так вот как жестоких родственников, ну вот как был какой-то дядь что ли вот он был только вот он был какой-то родственник отца. И он постоянно как обижал. Потому что он хотел подчинения этого ребенка, чтобы он ему покорялся. ему было тогда лет пять. И поэтому он постоянно хотел играть, он хотел играть с другими детьми, он хотел там он общался со мной, то есть он был моим контактером, он хотел сидеть и разговаривать со мной мысленно. А этот как дядя, он его заставлял что-то ему принести, он мог это не услышать. Ну короче, были вот такие вот он показывает как конфликты. А этот дядя, он из-за своего злого характера к нему была так привязка как это называется к тонкоматериальному существу, которое негативно. и так получилось, что в очередной раз он стал бить мальчика, А я духу, да, мой фантом находился рядом с ним и решил, что уже пора этому человеку пройти свой урок. я обратился к тому тонкоматериальному существу, которое было рядом, которое было привязано к этому человеку, появился перед ним, чтобы его остановить, потому что моих вибраций, моих энергий он бы не заметил, он находился не на том уровне сбрасывал, чтобы меня заметить и меня почувствовать. Он как был, он мне как черное смолу показывает, его душа такой была, а это существо, в котором он был привязан, оно тоже было подобно ему, то есть это как по-вашему демон, только он в тонкоматериальном теле, и вот он как раз принял образ льва, как в два раза выше его ростом, мне показывают с большими губами, с капающей слюной, и в тот момент, когда он убил мальчика, он увидел этот человек, что из стены выходит такой, как человек лед, ну как весь вшерст и как вот был вот этот тонкоматериальное существо, но он это сделал по моей просьбе, и он как на него напал, а тот от того, что он испытал страх, потому что существа, которые гневаются и бьют детей, очень легко испытывают страх, если видят кого-то сильнее их, и он лишился чувств, его тело упало, и в тот же момент он вышел из воплощения, потому что у него там было повреждение в мозгу, то есть это не тонкоматериальное существо вызвало повреждение, а вот этот страх, почему потом описали, что это было мое воплощение, потому что он в тот момент послужил орудием защиты ребенка. Благодарю. В ведических священных писаниях сказано о явлении в конце Кали-юги Калки-Аватара. Действительно ли это произойдет? Расскажи, пожалуйста, об этом воплощении и является ли оно твоим? Через сколько земных лет это произойдет? Да, я знаю, о чем идет речь. Те цифры, которые там указаны, имеют символическое значение, потому что тот, кто назвал как Калки-Аватар, это не один дух, а вот как образ светлых духов, которые меняют реальность. И сейчас Земля находится уже в процессе изменения этой реальности, потому что воплощается много светлых духов, а те, кто воплотились там огня, они облетают свет. Это тоже является рождением гем калки-аватара. Через сколько земных лет он придет. Что значит придет в этом случае? Это означает полная победа, как светлая вибрация, когда на Земле больше не будет тьмы, окутывающей ее. это произойдет ну он сейчас сосредоточился, он как из духовного мира смотрит на ленту событий. В благоприятном благоприятной варианте ленты времени это произойдет в ближайшие 80 лет. Мне благоприятно этот срок увеличится раза в 4. Ну вот он мне говорит вот такие как ветки и от них еще более мелкие отходят там уже другие сроки но он как бы на 2-2 такие которые он увидел. Развилка еще не произошла. это вот как планета она так и человек сейчас я поняла тебя как и у человека у цивилизации есть как поворотную точку. то есть цивилизация или отдельный человек ставится перед некоторым выбором от результата который будет зависеть та ветка вот этого дерева дерева судьбы по которой пойдет цивилизация или человек это и есть эта развилка та точка которая будет поворотной точкой для вашей планеты точка судьбы она произойдет в районе сейчас цифры показывают 2032 года это вообще для всей планеты вы станете перед выбором вся ваша цивилизация идти по пути повышения вибрации к свету или понижения и для многих будет более просто второй путь с масками ну вот нечистое опасность а вот как не война а вот такая атмосфера когда она вот-вот может начаться ну она как не начнется а вот как будет опасность вот как он мне показывает вот как газ горячий водород когда распылен и перед тем как спичку зажечь но она как не зажгет больше вероятности что она не зажгет но будет вот прям напряжение будет что там достаточно одного слова благодарю дорогой Шри Кришна действительно ли в Двараке у тебя было 16108 жен каждая из которых родила тебе сыновей и для каждой из которых был построен отдельный дворец правда ли что ты мог находиться одновременно с каждой в этом ну в этих дворцах или это символическое изображение чего-либо описание если про физическую мою жизнь на земле то там все было гораздо гораздо проще мы жили в местности где невозможно было строительство таких дворцов такое количество зон у меня все же было физическое тело пусть и усиленно пусть и с вибрациями другой планеты но все же не бесконечное для потока таких желаний поэтому здесь речь идет об символе да описание что любая душа которая приближается ко мне она чувствует себя настолько близкой ко мне как супруга чувствует себя близким супругом если она это чувствует у нее выстраивается дворец ее дворец это символ как счастье благоденствия любви красавки душевные дети это плоды души в форме мальчиков и девочек значит в форме разумных мыслей и чувств любви и ну вот как счастье то есть если написано жена начало от меня начало от Кришны я родила ребенка жена это говорит о том что душа родила ход соединения со мной с моим духом а вот сама цифра 16108 она символизирует население этой двораки которые были едины в сознании с тобой или почему 16108 16108 каждая цифра здесь имеет тоже символическое значение характерное для тех людей которые для понимания тех людей кто писал эти тексты вот например первая цифра идет один она обозначает Бога и меня как единое с ним существо естественно вторая цифра идет 6 которая обозначает абсолютную любовь третья цифра опять идет один и это снова обозначает Бога что это значит вот эти все они вместе они обозначают что как Бог в человек божественное начало в человеке когда развивает себе любовь начинает видеть божественное начало в другом человеке по второму а следующая цифра да следующая это ноль а которая обозначает бесконечно значит это любовь бесконечно а последняя цифра восемь которая обозначает контакт с материальным миром и распространение энергии как потоки то есть это бесконечная любовь которая была равна с материальным миром благодарю за подробное объяснение дорогой Шикришна почему твои последователи они строго воздерживаются от употребления в пищу животных белков может ли человек быть твоим предным употребляя в пищу мясо рыбу яйца почему да придерживаются те правила которые были сформированы в ташнавизме они были основаны на контактах с теми формами сущности которые создают тонком материале рождают души животных птиц рыб помогает воплощаться и они передавали информацию что этого делать не стоит это лишает эволюционировать и поэтому понижает вибрации человека такая информация была передана представителями тонкоматериальных цивилизаций истина это или заблуждение я скажу что их позиции это абсолютно истина на их уровне развития так вот они видят что если тело животного убить обычно заубивают для пищи молодого возраста животное которое еще не прошло того периода когда оно потеряло свою способность размножаться поэтому душа которая отделяется от тела в этом случае попадает снова в да попадает в астральный мир и в том числе становится доступным для контакта с теми с теми тонкоматериальных цивилизаций кто ее создал а они в нее вкладывали программу что она будет жить там дольше берет там больше энергии определенных ну и лишая ее жизни раньше времени нарушали планы этих вот существ и поэтому было передано что вы будете снижать свои вибрации если вы будете нарушать эти планы то есть вы будете уходить в тьму вы будете уходить от бога это было передано да действительно так и но все дело в том что все тело можно понижать свои вибрации уходить в тьму и уходить от меня уходить от бога в себе не убивая животное а относясь к нему жестоко или можно любить это животное которое ты потом да который человек потом употребит в пищу если он будет к этому относиться с любовью то есть если он не будет причинять лишних страданий и будет видеть в этом мою энергию но это должно идти только если человек полностью убежден что это не грех если в нем есть сомнения то этими сомнениями он уже снижает свои вибрации потому что нет доверия в себе а значит и богу в себе а это уже греховная реакция греховная действия я хочу сказать что когда я жила на земле было очень много охотников и было много людей кто держал животных ради пищи у себя вот домашних хозяйствах и было много охотников которых охотились на оленей на птиц и так далее и никто не считал их грешниками потому что они просили своих духов богов послать им определенное животное и чтобы его съесть но они всегда благодарили бога вы можете вполне быть моим преданным и есть эту пищу если вы вполне уверены что она чиста но перед тем как употребить эту пищу в себя просто мысленно представьте это животное вы его убили кто-то другой его убил это не имеет такого значения как духовная составляющая этого процесса это животное или рыба или птица все же жили на земле они были живыми душами они отдали вам свое тело для того чтобы вы насытились и получили удовольствие от еды то есть можно так сказать они пожертвовали своим телом своей жизнью ради вас чтобы принять эту жертву в чистоте и наоборот повысить свои вибрации перед тем как съесть эту пищу животную пищу просто представьте это животное вы же знаете какой вид как он выглядит и просто мысленно пошлите ему свет любви благодарности за это тело возможно испытывал какие-то страдания в жизни не нужно просить у него прощения вы там не виноваты в том что у вас такая природа просто просто пошли в свет любви просто мысленно и этот свет посланный в чистоте он обязательно дойдет до этой души и повысит ее вибрации и успокоит она находится в состоянии развоплощения и поможет ей обрести другое тело в другом виде животных а если это было ее последнее воплощение такое бывает перед тем как разойтись на множество как более мелких душ то это поможет сделать ей это более гармонично помните о той душе которая отдала для вас свою жизнь и не только о животных растительные души тоже отдают свою жизнь для вас и не только для пищи но и для тех предметов которыми вы пользуетесь и поэтому учитесь быть всегда благодарными всем существам разумным и неразумным которые вы встречаете в своем земном воплощении и эта энергия поможет вам наоборот повысить свои вибрации и соединиться с вами благодарю вот дорогой Шри Кришна вопрос про пятерых братьев пандавов Ютхешхиру Бхиму Арджуну Накулу Сахрадева который описывается в Махабхарате ну и также их брат Карна их отцами были полубоги то есть он ему так говорит что было больше братьев а было больше да а кто описан он говорит там было 14 14 14 братьев и 3 сестры это именно дети Кунти да но она как долго жила и поэтому у нее было там у нее было 17 детей ну получается что описано именно 5 и говорится что их отцы были полубогами вот это символ или это реально вот как это можно объяснить что мать земная женщина это Кунти отцы полубоги отцом был человек слово отец еще применялось в форме обращения к духовному учительу духовный отец время тоже было принято если да там было обозначено определенное полубог то есть сура мог быть в форме животного это тоже был духовный наставник представителей тонкоматериальной цивилизации который являлся в образе этому уже не отцу а вот брату который являлся в форме такого образа для общения а как они были зачаты тогда ну вот эти пандовые братья то есть обычным способом и родители их с земли да все да только у меня отец с такой планеты ну из этой семьи не благодарю какие чудеса совершал Кришна живя на земле который сейчас у современного человека выходит за рамки научного понимания да да конечно да конечно не только я это же это не чудеса это законы природы которые я знал и мог выделять жизненную силу для их исполнения но это не совсем материализация материализация это не появление из ниоткуда это создание определенных предметов определенной формы плотности массы там физических параметров химических параметров из энергии тонкой материальной цивилизации они дают на это энергию выкладывают свою энергию и они это сгущают собирают перемещение сквозь стены он мне показывает он не как сквозь стены проходит а исчезает в одном месте появляется а чтобы это было безопасно необходимо уметь очень быстро мыслить и представлять все свое тело в подробностях это самое мелкое чистое называет астма как они собраны и когда это представишь в образах как они собраны в каком порядке просто даешь себе мысленный приказ своему духу превратить эти атомы в как он мне показывает вид электромагнитной волны который может проникать через стену а потом собирать обратно тело не обладает человек если человек не обладает такой способностью или обладает частично это может быть опасно он может собрать тело ни в том порядке и оно погибнет это подавление управление притяжением земли так тоже можно делать это более безопасно чем телепортация при условии если у вас достаточно жизненных сил и есть опять же стопроцентная уверенность в том что вы не просто взлетите а не потеряете управление в полете тогда у вас может пропасть столб жизненной силы который вас отцовкивает от земли и выпадет но один еще вопрос остался это про воплощение рамы в третой югу вот и кто как бы описан в образе ситхи ханумана вот ну то есть вот про это воплощение я знаю пока ты говоришь но это воплощение было не на земле это воплощение было на планете кран и то что описано в книге которую вы называете рамы оно было это все написано в образах но там тот смысл что то воплощение в каком теле я находился звали этого звали этого гуманоида как рамша рамша и у меня была любимая девушка она не была воплощением рахи а была воплощением как очень близкие души как подруги если так можно сказать о духовном существе но это гораздо ближе чем друзья и она улетела на другую планету и познакомилась там с у меня сейчас показывает какого-то ну как рептиоида но только не сил бета а как вышел ростом и он стал ее как духовным учителем он стал ее духовным учителем она хотела отказаться от брака со мной потому что считала что это ее путь а я прилетел на эту планету и в разговоре с этим духовным учителем и с ней я я что высшее служение богу высшее религиозно попало на другой планете это было не на брухаде уже и в разговоре с этим учителем и в разговоре с ней я им сказал что это как высшая истина религии в любви и она согласилась пойти со мной но тот религиозный деятель у которого она была он потом об этом ну как пожалел и от этого умер то есть они были такие существа которые в себе все эмоции держали и могли из-за этого как испытать чувство какого-то апатия он мне показывает и их мозг от этого создавал диссонанс дух и телом и они входили из воплощения когда она уже в это время я отвез свою девушку на бурхат и она узнала о смерти своего духовного учителя и очень тяжело заболела у нее началась болезнь когда очень высокая температура тела как огнем сжигает буквально кости внутри тела начинают плавиться это как не инфекция а собственный иммунитет запускает и вот от этого состояния я находилась рядом с ней это было много земных недель но в конце она все же простила себя прошла этот урок но ее тело навсегда осталось неспособным рождать аханоман в этой истории кто это это житель той планеты это житель той планеты куда полетела моя возлюбленная но который был со мной в союзе то есть он мне помогал ее найти они же скрывали где они находятся не хотела открывать они находились в глухом лесу на такой полян который был как островок такого леса такая была чаще что даже руку иногда между деревьев нельзя было поснуть прошлой мангвантаре я был существом ну как много тел сменил тоже сменил много тел моя основная функция была такая же как и сейчас координатор галактики что это значит что такое не физически а духовный координатор координатор это тот кто координирует усилия и пособы их воплощения пособы воплощения планов духовных сущностей на всех планах материального существования он координирует планы духовного мира тонкоматериального мира и физического мира в определенной галактике как я сейчас в галактике в вечный путь я был очень счастлив провести это время с вами и отвечать на ваши вопросы которые были подобраны не только с мудростью но и с любовью ко мне к себе дорогой Дима ты идешь правильным путем я вижу каждую твою мысль особенно обращенную к твоему ребенку Елена ты много сомневаешься но ты сильнее чем ты думаешь Ирина я благодарю тебя тоже за возможность передать мои мысли людям этого поколения и этой страны Максим я благодарю тебя за возможность что это вообще все состояло спасибо до новых встреч всем пока субтитры Субтитры подогнал «Симон»